Здравствуйте, меня зовут Евгений Летуновский, и в этом ролике мы с вами поговорим о лазерной коагуляции геморроя. Говорим мы с вами с Марией Николаевной, нашим ведущим коллапрактологом, онкологом, хирургом, и поговорим в этом ролике, определимся с темами, что такое вообще лазерная коагуляция геморроя, чем она отличается от лазерной пластики геморроя, почему мы применяем вообще метод лазерной коагуляции, в чем отличается от лазерной пластики геморроя, как проводится эта операция, все-таки эта операция, насколько это вообще болезненный процесс, для пациента, конечно, это немаловажно, что происходит после лазерной коагуляции геморроя с пациентом и вообще вопросы реабилитации. Итак, Мария Николаевна, собственно, что такое лазерная коагуляция геморроя? Лазерная коагуляция геморроя – это метод полного удаления геморроя, когда с помощью лазерного световода, подведенного к сосудистой ножке, мы ее надежно закрываем, а затем выпариваем узел изнутри. При этом мы не повреждаем слизистую покрывающую узел и сфинктер, прилежащий к узлу изнутри. Тут я хотела бы внести ряд уточнений, чтобы мы с вами все понимали. Геморрой – это измененные сосуды, находящиеся в области заднего прохода, где ствол, вот если представить дерево, это будет сосудистая ножка, а крона – это измененная геморроидальная ткань. Вот если стричь эту крону, она все равно рано или поздно отрастет, поэтому такие методы, как склерозирование, латексное легирование, они имеют только временный эффект. Если же мы перекрываем сосудистую ножку, то тогда мы уже говорим о полном удалении геморроя, то есть о радикальных методиках. Так вот, лазерные технологии позволяют полностью, то есть радикально излечить геморрой. Если мы используем световод фирмы Биолитек, лазер фирмы Биолитек, то тогда эта процедура носит название запатентованная лазерная пластика геморроя. Если же мы каким-то образом модифицируем методику, то тогда мы говорим с вами уже о лазерной коагуляции геморроя. То есть получается это очень важно, да, распределять эти понятия, лазерная пластика, лазерная коагуляция, да? Безусловно, да. В нашем случае мы используем световод фирмы Медиолы, белорусская фирма, и сейчас мы подробнее с вами об этом поговорим. То есть, чтобы еще раз понимали пациенты, лазерная коагуляция геморроя, лазерная пластика – это, по сути, синонимы, да, просто у компании Биолитек, которую в основном мы используем в этой клинике, мы, наши замечательные проктологи, да, все-таки запатентованная методика, и правильно ее называть лазерной пластикой. Лазерная коагуляция – это альтернативная методика с помощью радиальных световодов. А почему, собственно, применяем методику лазерной коагуляции, и о ней вообще говорим, не только лазерную пластику? Мы, конечно же, применяем лазерную пластику, это уникальная технология, мы ее поддерживаем и очень любим, и широко применяем в нашей клинике. Да что, ну, во всем мире ее применяют, по ней ведутся исследования, пишутся статьи, опыт сравнивается. То есть, если мы говорим о лазерной пластике, то это доказательная медицина. Но мы с вами живем в России, надо учитывать, мы должны помогать всем пациентам, мы должны понимать, что немецкая технология, она дорогая, она стоит денег. Если мы используем модификацию данной методики, то мы уже сможем говорить о другой цене. Поэтому мы и используем в нашей клинике лазерную коагуляцию. Хорошо, Мария, давайте вот как раз поговорим об отличиях, потому что вы держите у себя в руках два, да, два устройства, два инновационных устройства. Это технология Биолитек, вот, собственно, он выглядит вот так вот, да, с таким зеленым наконечником, и модифицированное абсолютно световод и устройство компания Медиола, да. Начинают два разных совершенно световода, но, тем не менее, это радиальные световоды. В чем вообще такое основное различие между вот этими методами? В чем различие? Ну, вот это световод фирмы Биолитек, то есть тот, который используется при лазерной пластике, а это радиальный световод фирмы Медиола, который мы используем при лазерной коагуляции. Вы видите, они разные, то есть у этого световода нет заостренного кончика, как у Биолиты. То есть он конический, да, у пластики конический, у немцев. Да, да. Здесь световод радиальный, вот, чтобы вам показать, да, вот, он дает вот свечение на 360 градусов. Широко его применяют фолейбологи, кстати, Евгений Анатольевич, вы тоже широко его используете. Он позволяет надежно закрывать сосуды любого диаметра, поэтому, в принципе, это и все отличие двух методик, то есть использование двух разных световодов. Но преимуществом главным у лазерной коагуляции, конечно, является цена. То есть лазерная коагуляция это более дешевый метод для удаления геморроя. Минусами, как нам кажется, являются, ну, поскольку нет доказательной базы, это чуть больший процент осложнений, но это речь идет об одном-двух процентах. То есть это очень мало, да, то есть практически это незаметно даже для доказательной медицины. Далее, это чуть больше процент рецидивов, до трех процентов, возможно. Опять же, это очень малая разница между лазерной пластикой и лазерной коагуляцией. Абсолютно верно. И данный метод чуть менее удобен для удаления обширного гигантского геморроя третьей-четвертой стадии. То есть, по сути, на запущенные случаи, да, это не очень здорово применять именно лазерную коагуляцию, и все-таки лучше воспользоваться лазерной пластикой. Более надежно, да, да. Опять же, в руках наших специалистов практически разницы не ощущаются между двумя этими методиками. Я хочу просто еще раз вот показать на камеру, чтобы понимать, да, вроде как все выглядит для пациентов одинаково, но тем не менее, да. Видите, у компании Биолитек у них есть волокно, оно коническое, то есть оно очень просто проходит через ткани, это раз. То есть, не нужно никаких дополнительных делать надрезов и так далее. Это очень просто сделать. Да, это одноразовая вот такая конюля, которая очень просто проводится, да, у лазерной коагуляции, да, имеется вот такая титановая ручка и наконечник вставляется. Это вот это вот волокно, которое мы используем, собственно, в том числе и при операциях флебологии. То есть, по сути, это достаточно такие равнозначные инструменты на первый взгляд, да. Небольшая разница для специалистов, которые высококлассные специалисты, конечно, имеется. Давайте поговорим, как вообще проводится Мария Николаевна. Это сама операция. Все-таки я пытаюсь все время назвать это процедурой. Это у нас в флебологии процедура, но это все-таки операция. Безусловно, операция. Но начинается все с подготовки кишечника. И здесь хочу отметить очень важно, чтобы пациент соблюдал все рекомендации врача. Поскольку если в кишке останется содержимое во время операции, оно будет вытекать, закрывать все и мешать хирургу выполнять операцию. Все наши операции выполняются под местной анестезией. Я это подчеркиваю. То есть, для лазерного удаления геморроидального узла не требуется спинномозговая анестезия. И это плюс. Потому что мы не будем иметь никаких осложнений от спинномозговой анестезии. Да, я могу подтвердить, потому что в флебологии у нас абсолютно аналогичная ситуация. Все мы делаем под местной анестезией. Мы не знаем, что такое осложнение спинальной анестезией. Это правда. Затем, отличие от всех остальных радикальных методик, на сегодняшний день представленных в мире по удалению геморроя, в том, что лазерные технологии позволяют без разрезов выполнить удаление геморроидальных узлов. То есть, мы через прокол на коже вводим лазерный световод, проводим его под слизисто к узлу, определяем сосудистую ножку. И тут у нас есть уникальный аппарат. Да, давайте покажем. Совершенно уникальный прибор, который позволяет... Это доплеровский прибор, который позволяет... Точно определить... Даже можно потыркайте туда, Мария. Вот, вы слышите, да? Тоже такой же звук, как сейчас, собственно, издает этот прибор, издает сосудистая ножка. То есть, артерия, венозное соединение, ну, артерия, которая питает геморроидальный узел. И всегда проктологи могут с точностью определить, где находится эта артерия. То есть, это очень здорово, это очень точно. Так вот, мы подводим наш лазерный световод под слизистой к сосудистой ножке, надежно ее закрываем. После этого выпариваем геморроидальные ткани. И так поступаем с каждым узлом. Поэтому чем запущеннее геморрой, тем больше времени мы потратим, и тем более обширным будет наше воздействие. И мы не рекомендуем на сегодняшний день запускать геморрой, потому что чем быстрее вы его удалите, тем меньше будет наше вмешательство, и тем легче будет реабилитационный период. Итак, очень важный вопрос, Мария Николаевна, все-таки про то, насколько это болезненная операция в проктологе для пациента. Это самый важный вопрос, наверное, для любого пациента, который приходит к проктологу, чтобы убрать наружный или внутренний геморрой. Все-таки что позволяет пациенту делать вот всю эту операцию под местной анестезией? Да, действительно, прям с уверенностью могу вам утверждать, что в любом случае, даже при запущенных стадиях геморроя, мы проводим эту операцию под местной анестезией. Для этого мы можем, чтобы легче переносилась сама анестезия, у нас есть в арсенале несколько методик, которые позволяют нивелировать вот эти ощущения. Мы используем аппликационную анестезию в виде обезболивающих гелей, мазей и кремов. В основном туда, наверное, лидокаин. Безусловно. И сейчас это очень распространено и в косметологии, и женщины многие это знают. Хороший эффект дают данные мази. Дальше мы используем крио-обезболивание. То есть по уникальной методике, разработанной в нашей клинике, мы проводим местное охлаждение данной зоны. И мы в качестве помогающего выполнению анестезии аппарата используем специальную туминесцентную помпу. Да, давайте ее покажем. Это прибор, который позволяет, собственно, и в флебологии, и в проктологии, и в пластической хирургии очень быстро нагнетать анестетик, причем уменьшать его концентрацию. То есть врач нажимает на педаль, и очень быстро анестетик поступает через вот эту вот иглу. То есть это очень удобно делать еще в области аноректальной зоны. Поэтому мало того, что происходит анестезия очень качественная, еще происходит и спазм каверн за счет вот этой вот туминесцентной анестезии. То есть это, в общем, такое достаточно новое устройство для проктологов, потому что именно лазерная коагуляция геморроя, лазерная пластика, она и, собственно, спровоцировала применение вот таких вот устройств для быстрой и качественной анестезии. Что происходит уже после лазерной пластики геморроя? Давайте поговорим, что происходит после самой операции. Обычно, если речь идет о геморрое, в интернете вы найдете ужасные отзывы о том, что это крайне больно, ужасно и вообще никому не посоветую. Согласитесь, Мария, когда была классическая открытая операция, когда все эти узлы удалялись механически, ну, это было так. Безусловно, рана есть рана, и когда мы что-то здесь режем, это болит, и болит серьезно. Так вот, лазер позволяет без разрезов выполнить радикальную операцию, то есть полностью удалить узел. Поэтому после наших операций боли нет. Конечно, это не значит, что пациент вообще ничего не ощущает. Мы проводим здесь выпаривание узлов и так далее, и ткани, они отекают. Это ощущается пациентами как чувство инородного тела. Когда мы удаляем обширный гигантский геморрой, конечно же, наше воздействие намного больше, и тут могут легкие болевые, можно даже их так назвать, ощущения возникнуть. Но они легко устраняются после назначения специальных мазей, свечей. Поэтому нашу операцию мы относим к безболезненным операциям по удалению геморроя. Мария, получается, что вот выполнили, предположим, само это оперативное вмешательство, удалили лазером геморроя. Скажите, а сколько эта процедура по времени, ну, примерно занимается? Ну, совсем недолго, то есть сама операция 20-30 минут. Конечно, предварительная подготовка есть, там, по аппликации, анестетиков, по холоду, но сама операция занимает 20-30 минут. Ну, то есть достаточно быстро. И потом, получается, после этой достаточно быстрой операции, пациент у нас помещается в палату, я так понимаю, да? Да, где обязательно нужно ему побыть для того, чтобы не было каких-то осложнений. Но в основном это, я так понимаю, кровотечение, которое… Да, первые 2 часа нам нужно понаблюдать за пациентом, а потом мы уже можем его спокойно отпустить домой. И через день человек может приступить к работе. Некоторые пациенты, которые с небольшими формами геморроя, они вообще не успевают понять, что с ними что-то произошло, и что мы провели какое-то вмешательство. Хорошо, Мария, вот самый-самый важный вопрос, вот чем все-таки отличаются вот те старые методы, да, которые были? Ну, любые возьмите, да, фотокоагуляция, удаление механической геморроя, наложение, не знаю, там, латексных колец, все что угодно, да? Чем основное отличие лазерной коагуляции от всех этих методов? В чем сама суть, почему это так происходит быстро, почему нет вот этой вот ужасной реабилитации болевого синдрома? Еще раз повторю, мы ничего не режем. Мы проводим лазерный световод через небольшой прокол на коже к узлу и уже воздействуем на узел изнутри. То есть мы не затрагиваем слизистую, где основная часть болевых окончаний расположена, мы не затрагиваем сфинктер. Наше воздействие касается исключительно узла, который изменен. Давайте подведем с вами небольшой итог. Итак, метод лазерной коагуляции геморроя – это более дешевый метод в отношении лазерной пластики геморроя. Потому что все-таки лазерная пластика геморроя – это долгостоящие расходные материалы, и мы должны с вами предлагать какую-то альтернативу. Мы живем в России. А метод лазерной коагуляции геморроя и лазерной пластики геморроя – да, имеют небольшую корреляцию в осложнениях и рецидивах. К сожалению, у лазерной коагуляции не имеется доказательной медицины на сегодня, но тем не менее это все дело времени. Ну, по мнению наших специалистов, какой-то катастрофической разницы между лазерной пластикой и лазерной коагуляцией не существует. Методика лазерной коагуляции проводится в амбулаторных условиях без применения спинномозговой анестезии – это очень важно. И большинству пациентов на самом деле и с внутренним, и с наружным геморроем на сегодня возможно помочь с помощью лазера. Спасибо, что вы смотрели этот ролик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...